У мужчин нет стратегии садовника, он не понимает, что это нужно поддерживать. А почему после брака мужчина становится пофигистом, меньше любви внимания? Ну, потому что он получил уже все. Мужская логика какая? Мужская логика это логика охотника. То есть ты бежишь за мамонтом, долго-долго бежишь, долго-долго его бьешь, убил, все, мамонт твой. Тебе больше делать ничего не надо. Только разделывай и ешь, правильно? А женщины, они садовники. Женщины, они понимают, что цветок посадил, за ним постоянно нужно ухаживать. Чтобы морковку вырастить, сначала нужно ее посадить, потом ее прополоть, потом ее там полить, прорезить. И только потом вырастет какой-то плод, который можно есть. А мужчины как бы не садовники, мужчины охотники. Еще раз напоминаю, мы разные, мы противоположный пол. У нас разные стратегии, мы по-разному выживаем. У нас разная психика, у нас разные гормоны. Что, не видно, что у мужиков вот здесь волосы растут? Понимаете, противоположный, есть курс, у меня называется Академия отношений. Вот девочка сейчас писала, что она на этом курсе. Где я рассказываю, что мы разные. Мы все понимаем, все говорят, да, мужчины с Марса, женщины с Венеры. Вы не понимаете, насколько мы разные. Потому что я постоянно вижу это в эфире, ко мне люди обращаются. Вы просто не понимаете, насколько мы разные. Вы не понимаете, что с мужчинами нельзя говорить по-женски. С мужчинами нельзя смотреть, как вы смотрите на женщину. Почему мужчина прекращает отношения? Потому что он убил мамонта, то есть вас, завоевал мамонта, притащил и все. Вы в его пещере и приковал вас к плите и к кровати. Вот две вещи. Все. Ему зачем? То есть мужчины делают для того, чтобы что-то завоевать, чтобы его было навсегда. У мужчин нет стратегии садовника. Он не понимает, что это нужно поддерживать. А почему? Потому что мужчины спринтеры. У них психика спринтерская. Сделать большие усилия, догнать, завалить. А у женщины стайры. Женщины хранительницы очага. То есть они поддерживают. И чтобы мужчина поддерживал отношения, его нужно этому обучить. Потому что у нас на уроках геометрии не учили поддерживать отношения. На уроках физики нас не учили делать комплименты женщинам. На уроке истории Древнего Рима, на примерах императора Нерона и Юлия Цезаря, нас не учили, как это ухаживать и давать внимание женщинам. Благодарите школьную программу и министра образования за то, что в школе мы так много полезных предметов проходили. Валентность, восстание Яна Гуса, луч света в темном царстве, что делать и кто виноват. Мы все это проходили. Но только вот отношения только начинаются, никто ни хера не понимает. Я в том числе такой же был, пока несколько книжек не прочитал. Ну, около 300.